Установка межкомнатных дверей. Это кропотливый процесс, особенно если его выполнять вручную. Но, как говорится, проявив терпение и сноровку, со временем установка межкомнатных дверей не будет представлять для вас особого труда. В данном видео хочу обратить ваше внимание на размеры, которые необходимо соблюдать при сборке коробки и врезке петель. Наиболее частые ошибки при сборке допускаются именно в несоблюдении размера. Эти ошибки могут допустить как и новички, так и мастера, у которых за плечами уже не первая дверь. Исключение, пожалуй, составит мастера, для которых установка дверей ежедневная работа. У таких ребят, как говорится, эти размеры врезались в мышечную память. Но если вы давно не ставили двери, а тем более ставите их в первый раз, то не мешало бы освежить в памяти и вспомнить некоторые особенности, связанные с размерами при сборке коробки и установке петель. Итак, размеры. В данном видео мы видим, что вот у нас полотно самой двери, вот у нас коробка и расстояние мы видим вверху по бокам отступы 3 мм. Это очень важно, потому что если мы их не будем соблюдать, то естественно правильного притвора полотна коробки у нас не будет. Для этого мы что делаем? Обратите внимание, мы ставим петли на расстояние 20 см и здесь отмеряем. Здесь отверху мы отмерили, здесь мы отнизу отмерили. Петли сами бывают разные тоже по размеру, бывают допустим на 4 самореза, на 5 саморезов, более помощнее. Бывают данные рисунки здесь не показаны, бывает еще и посередине петли устанавливают. Это например, когда особо тяжелая дверь, выполненная например из дерева. И что здесь нужно обратить внимание, да? Вот допустим у нас дверь, к примеру, 60-ка так называемая. Вот она, да? Видите? Вот, к примеру, 60-ка. То размер притвора коробки 603, то есть добавляем сюда еще по 3 мм. И если у нас дверь до 60-ка, то с одной стороны будет 3 мм и с другой. Значит вот эту коробку нужно собрать, чтобы здесь появился, как говорится, вот такой вот запас. Для этого что мы делаем? Даже если у нас дверь 60-ка, когда мы ее берем по параметрам, обязательно ее померяйте. Потому что она может быть 61-62 мм и даже более. Или наоборот меньше. Так что устанавливайте по факту, потому что при установке каждый мм важен. И вы должны об этом помнить. Так что промерите саму коробку, ширину ее, высоту ее тоже промерите. Бывает с завода отличаются размеры, напоминая каждый мм нам важен. И потом начинаем собирать, да? Как правило обычно вот ставятся петли на полотно. Они бывают там левосторонними, правосторонними. В данном случае, да, вот левосторонние мы петли видим. Бывает, что вот наоборот сюда, да, вот левосторонние петли. Если, да, вот вспоминаем, вот мы сюда расстояние 20 см сделали. Здесь вот от этой до края петли тоже 20 см врезали петлю. То здесь уже, да, вот здесь мы вот врезаем тоже начало петли. У нас должно быть 20 см в 3 мм. Для чего? Вот тогда у нас полотно, естественно, опустится. И вот у нас получится вот этот вот зазор 3 мм. А вот эти вот боковые зазоры у нас получатся из-за сбора коробки. Вот когда мы собираем вот эту вот верхнюю планку. И, да, еще когда будете собирать, не забудьте здесь оставить расстояние. Обычно здесь там полтора, кто даже два сантиметра или сантиметр оставляют. Для чего? Допустим, у вас здесь будет лежать ковила. И чтобы дверь над ним легко проходила. Следует также учесть ширину проема, куда вы будете устанавливать дверь. Это очень удобно. Тогда понадобится меньше пены. И пена будет, как говорится, держать наиболее крепко. На сайте Доммастер вы найдете такую таблицу дверных проемов. Здесь он ширина, высота проема для каждой двери, которая выпускается нашей промышленностью, так сказать. На этом, пожалуй, все я хотел сказать в этом видео. Остальные размеры, подробности, описания установки межкомнатной двери вы найдете на сайте рубрики «Двери». Там, кстати, есть такой момент по установке наружной двери. Расписано, как делались откосы. Для чего, допустим, вы доборы не хотите делать. С одной стороны, вы сделали, прибили наличники, да. С другой стороны, да, двери. Вот у вас так все дело, к примеру, стоит. Вы не захотели, допустим, сюда доборы делать, а решили сделать красивые откосы. Так вот, в рубрике «Двери» вы найдете, как удобно будет вам сделать откосы, которые будут выглядеть наилучшим образом.